Всем привет, дорогие зрители! Вы на канале Gameplay Studio. И сегодня у меня не на обзоре игра сети Skylines, а я хочу сделать обзор на Москву сети Skylines. То есть, я взял карту, вот диспетчер содержимого, сейчас зайдём. Я вам покажу эту карту, которую я взял. Сейчас я точно не помню, где она находится у нас. Я взял карту города Москвы, вот, по-моему, вот эту вот карту я взял. И облагоустроил её всё, и сделал, действительно, что-то похожее, более-менее, на город Москву. И я вам сейчас хочу это показать. То есть, это видео будет называться «Москва в сети Skylines», собственно говоря. Сейчас мы с вами запустим город, в котором я сейчас работаю, ну, в Москве, на который я хочу сейчас сделать обзор. И мы с вами посмотрим. Итак, продолжим, когда карта загрузится, собственно. Так, ну, собственно, вот мы загрузились в городе Москве. Я вот общий план такой сделаю, вид. Сейчас я немножко по-другому, вот так вот, чтобы север был севером, а юг был с югом, вот так вот. А, нет, я опять неправильно сделал. Сейчас, сейчас, я по районам ориентируюсь. Итак, сразу говорю, здесь у меня установлено дополнение «Матчдэй», ну, которое докупается в сети дополнительно, и «Мастранзитмод», то есть, ну, мод на транспорт, чтобы был дополнительно еще, и мод на «Матчдэй», там, по-моему, на футбол, что там стадионки дополнительно добавляют, я помню. Итак, ну, а теперь расскажу про саму карту. Я взял, собственно, карту, здесь был только МКАД, третье транспортное кольцо, ну, и некоторые шоссе. И некоторые районы были сделаны, собственно, там просто дороги были проложены. Дальше, что я делал, я взял эту карту, доделал некоторые дороги. Ну, здесь, конечно, не все сделано прямо так, как в реальном Москве, то есть, не каждая дорога, конечно, проделана, но основные дороги, как бы, они здесь сделаны. Дальше я подписывал основные районы, то есть, почти каждый район Москвы, я подписывал сам вручную, все это делал. Дальше я проводил железные дороги, но кое-где сделал третье транспортное кольцо, здесь было, сделал московское центральное кольцо, провел, здесь у меня ходят ласточки, электрички, я скачал все дополнения, ну, не скачал, вернее, а с мастерской в стиме установил дополнения на ласточки, теперь у меня здесь ходят по центральному кольцу Москвы, как в реальной жизни. Дальше я здесь в Москву-сити, ну, здание, два здания поставил, чтобы действительно, ну, хотя бы вид был в Москве-сити чуть-чуть. Видите, районы даже не все прогружаются, типа, но они здесь и не все, кстати, есть, не все реальные районы Москвы, то есть, ну, здесь какие-то районы я совместил, то есть, каждый район я не стал делать, но основные районы здесь, как бы, есть. Дальше сделал ближайшее Подмосковье, вот здесь Королев у меня такой, все, конечно, все примитивно, то есть, не каждая улица здесь проделана, но основные шоссе здесь сделаны. Также те, кто хорошо знают этот город, сразу видят ошибки, то есть, аэропорты расположены московски не так, как они в реальной жизни, то есть, вот, например, Внуково наше, да, оно должно быть вот здесь, оно у меня находится здесь, то есть, Киевское шоссе должно быть ниже, чем Внуково, но, к сожалению, здесь места очень мало, поэтому я поставил аэропорт именно сюда, вот видите, сколько здесь самолетов летают. Я старался, сразу говорю, старался сделать все реально, то есть, чтобы было очень похоже на Москву, то есть, ну, как можно больше. То есть, некоторые районы я прям так вот проделал, достаточно нормально. Вот у нас с вами Ростокино, это район ВДНХ, здесь даже я сделал монорельсовую линию, вот она проходит, не очень реалистично, конечно, она так в реальной жизни не проходит, но чем-то похоже. Дальше, ну, здесь я сделал, типа, парк развлечений, он там есть где-то, на этой, вот проспект Мира у нас проходит, Нюшка, конечно, не в этой зоне, но где-то здесь есть аквариум московский, тоже не в этом месте находится. Ну, в общем, все приблизительно сделано. Вот это вот, типа, Останкинская телебашня, это храм у нас всех религий, как он называется, по-моему, Сидис, я точно не помню. В общем-то, да, дальше что я делал, конечно, колоссальная работа была проведена по районам, также я сделал, кстати, стадионы, действительно, как они в реальной жизни располагаются, почти, почти, как в реальной жизни, то есть, немножко, может быть, местами отличаются, но здесь все, честно говоря, здесь все местами отличается. Конечно, город еще, кстати, не доделан до конца, то есть, я продолжаю над ним работать, но, по большей части, я, грубо говоря, его уже сделал. Вот здесь сделаны остановки парома, но они у меня, к сожалению, паромы здесь не ходят, потому что здесь мешаются вот эти вот шоссе. Их либо убирать надо, но убирать я их не буду. В общем-то, все приближенное достаточно к реальности, то есть, если прямо не вглядываться, то Москва действительно достаточно похожа на себя. Вот у нас район здесь МГУ, ну, вот, собственно, само МГУ, но оно тоже находится не в том месте, где оно в реальной жизни находится. Вот это вот типа станции Воробьевы горы, конечно, она, ну, как мог, так и сделал. То есть, лучше, конечно, здесь поезда не ходят, но приблизительно похоже чем-то на Воробьевы горы, в общем-то, ну, сразу говорю, я старался, то есть, старался сделать действительно что-то подобное, что-то подобное, как и в Москве. Так, ну, что, про аэропорт я вам рассказал. Ну, теперь прокладывал я каждую линию московского метро, как вы видите, вот здесь почти каждая линия, вернее, не почти, а каждая линия московского метро, кроме современных линий, но здесь вот зачатки есть под современную линию, небольшие зачатки, вот здесь должна проходить это. Большое московское кольцо, в будущем будет оно вот здесь проходить. Пока я этого не делал, потому что и так здесь много дел всяких у меня, и пока не до этого, то есть, в будущем проводить буду Большое кольцо. Вот Филевская линия, Арбатско-Покровская, здесь, собственно, каждая линия московского метро здесь проведена. Вот у нас Калининско-Солнцевская линия, здесь у нас Солнцевский радиус, вот он доходит до Парка Победы, по-моему. Дальше, вот здесь Калининский радиус, ну, в общем-то, про каждую линию, если рассказывать, я думаю, если вам нужно, то вы сами узнаете про нее. Вот станция Алма-Атинская, это у нас Красногвардейская, вот Люблинско-Дмитровская линия, собственно. Каждая станция, почти каждая станция здесь сделана приблизительно так, как она есть и в Москве в реальной жизни. Собственно, город получился достаточно красиво, мне он понравился, и я доволен своей работой, в принципе. Вот у нас здесь Новопеределкино, Румянцево, здесь у нас станция Новопеределкино находится. Ходят у нас электрички с вами по киевскому направлению, вот пошел Аэроэкспресс у нас из аэропорта Внуково. Также я прокладывал автобусные маршруты. Я планирую сделать, конечно, не каждый автобусный маршрут, не все автобусные маршруты Москвы, конечно же, будут, потому что это очень много, это более тысячи маршрутов автобусов, это, конечно, я до конца жизни, наверное, буду их прокладывать, но основные автобусные маршруты я тоже проложил, а именно это маршруты в центре Москвы я проложил все маршруты М, то есть у нас, кто, может быть, знает, в Москве теперь у нас изменили транспорт, и теперь в Москве ходят маршруты в центре Москвы, в основном это М, то есть нумерации М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10, по-моему, и в основном все эти маршруты я проложил, то есть маршруты М я проложил, которые ходят в центре Москвы. Дальше я в своем районе, я по Летнебутковому районе живу, проложил большую часть маршрутов, и, ну, кое-где тоже попрокладывал маршруты некоторые, но не везде, пока над этим я сейчас работаю, и продолжается, собственно, моя работа. Проложил также автобусные маршруты во все аэропорты, автобусные и аэроэкспрессные маршруты во все аэропорты Москвы проложил, ну, и как такое от себя, можно сказать, проложил дирижабли, которые связывают три московских аэропорта, вот они летают, вот так вот курсируют, ну, может быть, кому нужно пересесть там из одного аэропорта в другой аэропорт, чтобы там через центр города не ездить. У меня дирижабли, да, дирижабли, они, конечно, очень медленные, но, в общем-то, не важно. Направление электричка вот тоже сделал, сделал Павелецкое, сделал Ярославское, сделал Киевское направление электричка у меня ходит. Конечно, не до самого конца, но до апреля у меня Киевское направление, здесь у меня до Королёва ходит с Ярославского направления электрички до Монина, здесь, ну, и все остальные станции, собственно, тоже. Вот какая-то из электрички идёт. Ночью Москва выглядит очень красиво, я вам сразу скажу. Конечно, дома здесь сделаны не как в реальности, все прям вот до единого, но некоторые дома я, ну, как некоторые, дома все, собственно говоря, они спаунились в рандоме, поэтому, конечно, вот, допустим, переулок любой возьмём, он на Москву, конечно, мало похож чем-то, но, к сожалению, по-другому никак сделать нельзя. Но здесь установлено также дополнение на вот такие вот дома московские, вот, например, такой, вот, вот это уже действительно чем-то похоже на Москву. Посмотрим в детальности центр Москвы. Здесь я, конечно, про каждый район могу рассказать много всего. Остров Палчук также реализован у меня. Здесь, к сожалению, автобусных остановок нет, но вот здесь паромная остановка есть, но она никак не работает, к сожалению. В центре, как видите, есть пробки, как и в реальной жизни. Здесь у нас Лубянская площадь сделана, кто, может быть, был там, знает. Ну, что-то типа здания ФСБ у нас, вот это вот оно заспаунилось, я не стал его убирать, оно пусть так и останется. Вот это здание центральной ФСБ. Даже его можно подписать, но я этого делать не буду. Здесь у нас станция метро какая-то почему-то не подписана. Странно очень, хотя я всё подписывал. Это у нас станция Лубянка, почему она не подписана, я не знаю, сейчас я подпишу. Лубянка. Вот. Станция московского метро. Также здесь станция площадь революции где-то рядом находится. Здесь у нас большой театр, вот у нас выглядит он вот так вот. Здесь планируется в будущем построить детский мир. Я уже подобрал здание для него. Но пока оно мне не доступно, вот это вот здание, торговый комплекс. Здесь в будущем планируется его построить в качестве детского мира. Центрального детского мира. Ну, как он называется? ЦДМ, да, он называется. Вот здесь он будет у меня в будущем стоять. Также вот Кремль, конечно, он сделан не очень прям реалистично, но если... Ну, просто фантазию включить то, что здесь Кремль, ну, в принципе, сделан как Кремль. Здесь, ну, короче говоря, здание администрации, вот оно так вот сделано. Ну, что, собственно, еще сказать. Управление подавлением, не знаю, я поставил просто здание. Но здесь, в реальной жизни, что здесь находится, я даже и не помню сейчас. Но здесь, да, музей, какие-то дома здесь находятся. Там ничего такого вроде нет. Ходят у нас автобусы, вот, например, какой-то автобус М9, да, как я уже рассказывал, М5. Очень заморочился я с автобусами, с транспортом, в основном, по большей части провел каждую линию Московского метро. Кстати, сделал каждый вокзал Москвы... Нет, не каждый вокзал, вру. Почти каждый вокзал Москвы. Вот у нас площадь трех вокзалов. Здесь у нас Казанский вокзал и Ярославско-Ленинградский. Ну, я их объединил, чтобы не строить по отдельности каждый вокзал. Станция метро Комсомольская, Кольцевой линии и Сокольнической линии здесь у нас находится. Так же, как и находится в реальной жизни. Здесь у нас на месте Ленинградского вокзала поставлено здание Министерства транспорта и РЖД. Это я уже от себя тяну сделал. В реальной жизни, конечно, здесь здания нет. По-моему, оно находится где-то в этой части. Или где-то вот здесь, я точно не помню. Но где место было свободное, туда и поставил. Сюда ходит также 41-й троллейбус. Но не троллейбус, в данный момент это автобус. 41-й автобус ходит от Уссурийской улицы, как и в реальной жизни. Ходит 40-й автобус. И пока что ничего. В будущем планируется 14-й автобус провести. Ну и, собственно говоря, возможно, трамвай проведу. Я не помню, с Масс Транзитом добавляется трамвай или нет. Я, честно говоря, не разобрался до конца с Масс Транзит модом. Если здесь трамвай. Но если есть трамвай, значит, буду проводить и трамвай. Но, по-моему, здесь трамваев нет. Я не помню, честно говоря, что добавляет ещё в Масс Транзит мод. Я его купил только вчера. До конца с ним не разобрался. Но вот монорельс только ещё вчера добавил и построил до конца. Сколько я работал над этой картой? Я работал над ней не очень долго. Я... Ну, месяц с перерывами. То есть, не каждый день я прямо сюда заходил. Но часа два где-то... Ну, три раза в день в среднем, наверное, по два часа я работал над этой картой. Где-то в районе месяца, может быть, даже чуть поменьше. Проводил каждый автобусный маршрут. Ой, вру, опять-таки. Не каждый автобусный маршрут, как я уже говорил. А основные автобусные маршруты. Ну, я над ними продолжаю работать. И, собственно, вот локомотив РЖД-арена у нас здесь также есть. Ну, что ещё рассказать? Про каждый район я, конечно, вам рассказывать не буду. Вы, собственно, сами всё видите. Вокзалы я основные сделал. Даже станцию Каланчёвская у меня здесь есть. Вот она. Каланчёвская здесь. Почему она у меня не подписана, когда я её подписывал, не знаю. Каланчёвская. Каланчёвская станция. Хотя я её подписывал. Не знаю, почему не подписана, но ладно. А, это же... А, нет, всё правильно. Каланчёвская. Вот это Курский. Москва-Курская. Горьковская у меня здесь. Ну, вот Горьковское направление. Вишники. Перова-Новогиреева. Это у нас восток Москвы. Собственно, все районы я вручную подписывал. Это действительно колоссальная работа была. Я очень над этим заморочивался. Даже в ближайшей Подмосковье, конечно, не до конца всё сделал, но... Частично. Ну, Москва уже, честно говоря, чем-то похожа на Москву. И это не может не радовать. Вот здесь самая дальняя станция Пятницкое шоссе у нас. Хотя она в реальной жизни не совсем здесь находится, но, в общем-то... Конечно, есть небольшие отличия, но это как бы придаёт... Ну, чтобы не прям, конечно, каждый район Москвы делает, то это очень всё сложно и трудно. Ну, вот, и настала, кстати, Москва. Ой, чё я говорю? Настал вечер. Можем полюбоваться на ночную Москву. Ходят автобусы, едут поезда по МЦК и не только по МЦК. Ласточки ходят у нас. Правда, не везде ласточки. Вот где-то и такие поезда проскакивают. Ну, в общем-то... Ну, в общем-то, я рад своей работе и достаточно всё красиво получилось. Я продолжаю над этим городом работать, над Москвой. Стараюсь привести её ещё более в такой приличный вид. Надеюсь, что вам этот город тоже понравился. Надеюсь, вы нашли свой район Москвы здесь где-нибудь, если вы живёте в Москве. Ну, собственно, это, наверное, всё. Больше показывать нечего. Реки здесь немного странно расположены, но это уже баг самой карты. То есть, я скачивал карту, река, Москва и Яузы были уже так сделаны. Собственно, это всё, наверное. Скоро будет рассвет. Время мы не уж поускорим. И на этом я буду заканчивать видео. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась моя колоссальная работа. Достаточно колоссальная. Кстати, это самая лучшая карта Москвы, которую я только находил. То есть, по дорогам, по всему я, собственно, меньше всего здесь работал. Ну да, надеюсь, вам понравилось. Особо не судите строго по тем, что дороги отличаются и районы некоторые не достают. Но это действительно сложная работа. Попробуйте сами вот то же самое сделать. Это достаточно трудно. Собственно, это всё. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Больше мне, собственно, вам показывать нечего. Ждите следующих видео. Не знаю, когда следующее видео будет. Ничего загадывать я вам не могу. Когда появится свободное время, тогда я и запишу. Всё. Всем спасибо. Всем пока.